Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас на своем канале. Своими видео и аудиорассказами мне очень бы хотелось вас подбодрить в это непростое время. На календаре март, за окном яркое весеннее солнце, а я продолжаю выкладывать свои старые съемки и хочу пригласить вас сегодня перенестись вместе со мной в начало зимы и совершить прогулку по подмосковному дачному поселку. А затем нас ждет распаковка семейной настольной игры Клумба. Но сначала я хочу рассказать вам о тех книгах, которые сейчас читаю. Во-первых, это трехтомник в двух книгах, автобиографические записки Остраумовой и Лебедевой. Я думаю, многим из вас знакомы акварели и гравюры этой замечательной художницы. Анна Остраумова родилась в 1871 году в Петербурге. Она получила отличное образование и с детства проявила огромную любовь к рисованию. Анна с детских лет была очень хрупкой и впечатлительной. В пять лет она была свидетелем страшного пожара в их доме. После этого жуткого детского переживания она всю жизнь была склонна к депрессиям и иногда с ней случались галлюцинации. Поэтому родители опасались, что занятия искусством еще сильнее расшатают ее психику и не приветствовали их. Анна училась в гимназии, очень много рисовала и очень много читала. Мне она очень близка тем, что обладала железным характером и бесконечным стремлением к самосовершенствованию. Интересно то, что Анна с детства проявляла необыкновенную самостоятельность. Например, в гимназии она решила отказаться от использования твердых знаков и отказалась, несмотря на возражения педагогов. Вопреки воле родителей, Анна поступила в Императорскую академию художеств. Из-за астмы она не смогла писать маслом и работала акварелью. Она прожила долгую, но очень трудную жизнь. Во время блокады она отказалась покинуть город и продолжала работать даже в самые страшные и тяжелые дни. А когда не было сил работать, Анна записывала воспоминания. Еще с юности Анна находила спасение от действительности в своих дневниковых записях. В своих воспоминаниях она подробно описывает годы учения, встречи с выдающимися художниками, поэтами. Я с удовольствием погрузилась в эти воспоминания и очень вам их рекомендую. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь я хочу рассказать вам о книгах. Замечательная английская писательница Джоанн Эйкен. Это первые две части «Волчьих хроник», которые недавно опубликовало издательство «Качели». Думаю, что эти книги увлекут и взрослых, и детей. Эти книги могут послужить прекрасным подарком. Они изумительно оформлены Оксаной Долгушиной. А обложки – Елизаветой Третьяковой. В усадьбу Виллуби Чейз к Бонни Грин приезжает ее кузина Сильвия. Родители Бонни вынуждены уехать из-за болезни мамы. После отъезда родителей в усадьбе начинают происходить самые невероятные происшествия. Вместе со своим другом Саймоном девочки будут выпутываться из самых невероятных и сложных обстоятельств. А главным героем второй книги «Волчий хроник» будет уже Саймон. Он приедет в Лондон учиться живописи и станет участником невероятных происшествий. Действия «Волчий хроник» происходят в XIX веке в вымышленный период английской истории. Джоан Эйкин – автор 92 романов, только 27 из которых для взрослых. Она родилась в литературной семье и очень рано начала сочинять свои истории. Книгу «Волки» из «Виллоби Чейз» она начала сочинять в 1952 году. Эта книга легла в основу большого цикла. На русском языке пока вышли только вот эти две части. Ждем продолжения. «Волчий хроник» А теперь мы с вами совершим небольшую прогулку по одному из подмосковных дачных поселков. Я теперь уже не помню, был ли это конец декабря или начало января. По-моему, это был один из дней новогодних каникул. Погода была мягкая, тихая, шел небольшой снег и было уютно наблюдать за жизнью дачников. «Волчий хроник» Субтитры создавал DimaTorzok Мы ехали в гости к друзьям и неожиданно попали на распаковку новой настольной игры. Клумба – это семейная игра от 1 до 5 игроков. Мы сразу познакомились с правилами, которые оказались несложными, и сыграли одну партию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Участники строят яркие цветочные поля из цветков. Нужно объединять поля одного цвета и приманивать на них бабочек. В этой игре два режима. Простой для игры с детьми от 8 лет и полный для опытных игроков. Эта игра чем-то похожа на каркасон или домино. Из-за несложных правил дети могут играть в нее и самостоятельно. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Я очень надеюсь, что после просмотра видео у вас на душе стало светлее. Я буду очень рада, если вы расскажете о моем канале своим друзьям. Может быть, мои видео пригодятся кому-нибудь еще. До встречи в новых видео!